Вы линии Наташова Николая Александровича, да? Хотелось бы поздравить Агафонова Юлия Ивановна, Тамара Савельевна, Олег Леонидович, Правительство Ленинградской области, законодательство ради Ленинградской области по нашему муниципальному образованию. Вот уже прошел первый тур конкурса, и в первом туре у нас есть уже победители. Один из них это Совет депутатов муниципального образования Пустомирско-сельское поселение. Добрый день, уважаемые депутаты. Простите представить вашему вниманию информацию о деятельности Кингисепского центра занятия в 2014 году и ситуация на Роспиталдан регистрирована в настоящее время. В начале счетного периода в центре занятия в 2014 году состоял на учете в качестве безработных 190 человек. Уровень безработицы составлял 0,46%. Данный уровень был ниже, чем на соответствующую дату 2013 года, где уровень безработицы составлял 0,51%. За 12 месяцев 2014 года признан безработные 498 человек, снято с учета 529. На 1 января 2015 года на учете в центре занятия состояло 161 безработных гражданин. По разным показателям. Женщины 80 человек, инвалиды 21, граждане предпенсионного возраста 20, граждане сельской местности 36. Уровень безработицы 0,04%. Весь период 2014 года наблюдалось снижение уровня заявленных работодательными вакансий. В начале года в базе находилось 1,198 единиц, на 31 декабря 2014 года – 710. На настоящее время уровень количества вакансий сохраняется. От 700 до 720 сбор вакансий происходит у нас ежедневно. Снятие вакансий работодательными вакансий 2014 года трудоустроено 908 человек. В том числе не только безработные граждане, но это граждане, ищущие работу, это, как я говорила, несовершеннолетние граждане, и в том числе граждане Украины. Из данного числа на постоянную работу трудоустроено 380 человек, остальные на временные работы. Это активные программы, где участвуют наши граждане постоянно, то есть постоянные активные программы занятости в разных направлениях. Региональные программы, где было финансирование и из регионального бюджета, и федерального, это две такие основные программы. Это содействие трудоустройству и занятых инвалидов на оборудованные, оснащенные для них рабочие места. В предыдущем году было создано 5 рабочих мест, и компенсация на одно рабочее место составила от 69 300 рублей до 300 тысяч рублей. Активные программы были направлены на данное создание рабочих мест, и самое большое количество рабочих мест временно было создано в ЗАО «Радуга». Это, понятно, это сезонные работы в тепличном хозяйстве. Остальные работодатели заявляли небольшое количество работников, от 1-2 человека, но было заключено 20 договоров, которые устроены с 5 человеком. Стабильная работа в наш район. Ну вот, после кризиса, я назвала период, то есть кризис 2008-2005-го, Министерство застроено 51-й было. Затем ситуация у нас выправляется, из которых 3 человека была обратилась к нам центр занятости в предыдущем году. То есть постепенно было уничтожено. На сегодняшний день сокращение в 2015 году… А, еще такой момент хочу сказать. Не все сотрудники, которые работодателями заявлены к насвобождению, обращаются в службу задействия. То есть есть работники, которые сразу находят заменяемое рабочее место. Скажите, пожалуйста, вот Вы, когда говорили о подпуске у вашего службы, Вы сказали, что если человек, это уже считается массой, а где это определенность? Чем это нужно, что тысяч человек это массой? У нас есть положение методики расчета. То есть раньше было 50 человек массовое расчетное счетово. На сегодняшний момент там тоже смотрится ведь от количества работников, которые были в задействовании. А на тема, например, будет? У нас Роструду. Роструду, да, то есть 30. Мы мониторим на сегодняшний момент, вот в последние два месяца, ежедневный мониторинг для всех направлений. Третий вопрос. О работе отдела ЗАГС в всяком гражданском состоянии администрации в консультации в муниципальном районе в 14-м году. ЗАГС осуществует свою деятельность в соответствии с федеральными законами. От 15 ноября 1997 года, номер 143, акта гражданского состояния, основывающихся на положении гражданского и семейного кодекса Российской Федерации. Урождение, смерти, заключение и брака, расторжение и брака, усыновление и учрение, установление отцовства, перемена и имена. В 2014 году отделом ЗАГС зарегистрировано актов гражданского состояния в 3.324. В 2013 году в 3.372 актовые записи. В 2014 году зарегистрировано 816 родившихся, что на одного человека меньше по сравнению с 2013 годом. Из 816 регистраций родившихся, мальчиков родилось 400 человек, девочек 416. Из них жителями Ленинградской области являлись 777 человек, жителями Санкт-Петербурга 3 человека, жителями других регионов России 27 человек, жителями иностранных государств 9 человек. Самыми распространенными именами, которыми называли мальчика в 2014 году, были Артем, Дмитрий и Александр. Среди женских имен наиболее популярны имена Виктория, Анастасия и Анна. Продолжительность жизни в 2014 году составила 69 лет. В 2013 году 68 лет. В том числе средняя продолжительность жизни женщин в 2013-2014 году не изменилась и составила 74 года. Средняя продолжительность жизни мужчин в 2013 году была 62 года, в 2014-63. В этом соотношении регистрация рождения составляет минус 0,1%. Регистрация смерти минус 4,8%. В 2014 году отделом зарегистрировано 690 заключений брака. Из них 107 пар, в которых один или его партнера являлись гражданами иностранного государства. По сравнению с 2013 годом количество браков в 2014 году зарегистрировано на 29 больше. Но в 2013 году 67 пар зарегистрировано, где партнеры являлись гражданами иностранных государств. Расторжение брака зарегистрировано в отчетном периоде 433. Из них 232 пары имеют в своих семьях несовершеннолетних детей. Их количество составило 272 ребенка. За отчетный период зарегистрировано 142 государственные регистрации установления отцовства в отношении детей, чьи родители на момент рождения ребенка не состояли в зарегистрированном браке. Двести зрительная комиссия МГАOR. Желаю, она создана в целях рассмотрения дел об администрации правонigenственности pedidooo. При делах полномочий установлены областным законом об администрации правонен Member��uno horizons per minute смысла. Комиссию проводят заседание 1 раз в 2 недели. Раслайн состав комиссии определяется главой администрации. Корректор А.Кулакова 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 10-го по 14-й годах. По первым полномочиям на 14-й год была услышана следующая обязательная документация. Университет Аброза Нижн, спросите, как у себя. Утверждены генеральные планы правил взаимопользования и застройки применительно перед необычной выявленной мышкой. Разрабатывается ПСЗ на еще 4-й день. В большом члене Ваши Райкова, Малый Райкова и Малый Райкова. Я хотел бы, если бы я даже висит, посчитать, как у меня какого-то правилю, что можно все-таки померзать. Принял проект решения о подтверждении базовых ставках в плане законных жилыми помещениями на территории Киево-Кисельского муниципального района. Предлагаем подтвердить базовую ставку законных жилыми помещениями в размере 8 рублей за 1 квадратный лето. Ранее ставка платы составляла от 3 рублей 10 копеек до 3 рублей 60 копеек в зависимости от жилого помещения. На сегодняшний день в собственности муниципального зона и Киево-Кисельский муниципальный район находятся 84 муниципальные квартиры и в то же время только от жилого фонда сейчас речи век именно о плате за нами. 320 тысячи 800 рублей то есть должно поступить будет оплату за нами в бюджет. Вплата за найм является торговой частью бюджета. Вот эта вклада за найм позволит оплачивать наши взносы на капитальный ремонт, которую она обязана платить, начиная с 2014 года. На ваше рассмотрение вопрос о фактическом внесении изменений в положение. Так это называется утверждение положения в новой редакции. Данное положение мы приводим в соответствие с уставом Кингисепского городского поселения и с уставом Кингисепский муниципальный район. Это обусловлено тем, что от Кингисепского городского поселения переданы полномочия в Кенгисепский муниципальный район, и, соответственно, объединились КУМИ и КУГИ, два городских и районных комитета, и потребовались изменения соответственного положения. В положении ничего не поменялось, добавились только некоторые формулировки, и, если это раньше были формулировки, комитет распоряжается по Кенгисепскому муниципальному району, то теперь добавилось еще Кенгисепское городское поселение. Тогда переходим к принятию голосования. 22 за, против нет, решение принято. Уважаемые депутаты, выносим на рассмотрение вопрос о ликвидации муниципального унитарного предприятия УКИКа. В вашем пакете документов есть заключение экономического совета. Кроме того, после него прошел наблюдательный совет, и принято решение в связи с деятельностью, не соответствующей полномочиям о муниципальном образовании Кенгисепский муниципальный район, а также результаты финансовой хозяйственной деятельности, отсутствие оборудованных средств, не позволяет приносить прибыль для муниципального образования. Все единогласно было принято решение о ликвидации данного предприятия. Добрый день, уважаемые депутаты, в любом случае вашему вниманию предлагается проект решения о внесении изменений в план работы на 15-й год в Кангисепский муниципальный полот. Проверки по вопросу анализ доходов местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, полученных за 2013 и 2014 годы от арендной платы за земельные участки, продажи права на заключение договоров о земельных участках, продажи земельных участков от областной контрольно-счетной палаты предложил предложение о включении данной совместной проверки в план работы Кангисепский муниципальный полот на 2015 год. Желательно, да, против нет, продержался решение комитета. Уважаемые депутаты, в вашем внимании представлен подробный ответ о работе Кангисепской муниципальной палаты за 2015 год. Я только коротко доложу основные результаты и что сделали, и основные результаты. В первую очередь проведены те необходимые проверки, которые требуют бюджетный кодекс. Это внешняя проверка годовых отчетов поселений, внешняя проверка отчетности годовой главных администраторов бюджетных средств, это наши учреждения, главный распорядитель бюджетных средств, и годовой отчет, внешний проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального района. Проведены, сделаны, рассмотрены проекты бюджета на 2015 год с составлением соответствующих заключений, которые были направлены в Совет депутатов и муниципального района, и всех 9 сельских поселений, с которыми у нас заключилось соглашение о исполнении полномочий по внешнему муниципальному феноматическому контролю. Проведенными проверками было оплачено 34 объекта проверки. Из них 13 являются органы местного управления, 15 – это муниципальное бюджетное учреждение, и 6 – это казенное учреждение. В течение 2014 года были проведены проверки по вопросу целевого и эффективного использования средств субсидий, предоставленное исполнение муниципального задания, средств субсидий на оплату коммунальных услуг, содержание имущества, проверены выборочные учреждения образования по использованию средств, поступивших по договорам социального партнерства. Попутно, когда проверяли и такими проверками, оплачено у нас 13 образовательных учреждений. В соответствии, когда проверки по данному вопросу проводились, мы смотрели очень подробно состояние учета, затрагивали, потому что на данный момент это стоит все-таки еще довольно-таки остро. Состояние учета желает быть лучшим. Если у нас по использованию по целевому вопросов нет, эффективность тоже, в общем-то, так. Ну, хочу сказать, что больших неэффективных расходов на муниципальных бюджетных учреждениях не установлено. По использованию муниципальной собственности, в частности, по предоставлению помещений и имущества в аренду, допускается также предоставление имущества в аренду по договорной цене. Либо по цене не ниже амортизационных отчислений. У нас сейчас действует закон о конкуренции, все должно проходить через торпе. Никаких договорных цен присутствовать не должно. Об этом мы уже второй год говорим, однако это еще нарушение, это еще имеется. Установлено нарушение финансовых на общую сумму 5,8 млн. рублей. Нецелевое использование всего 155,2 млн. Это как раз связано с неправомерным начислением заработной платы. Неправомерное использование бюджетных средств 2,4 млн. рублей. Это в результате нарушений 136 статьи бюджетного кодекса в части принятия и исполнения расходных обязательств не связано с решением вопросов, отнесенных действующим законодательством к полномочиям органов местного управления. А также в результате нарушений допущено принадлежение заработной платы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова